Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я, Пашкевич Анна, и мы говорим на такую тему, как восстановление плодородия почвы с осени. Вегетационный период подходит к своему завершению. Кто-то уже закрыл дачный сезон, кто-то еще собирает корнеплоды и капусту, освобождая овощные грядки от последних культур, и самое время позаботиться о земле, повысив ее плодородие. Ни для кого не секрет, что чем больше урожайность полученных овощных культур, чем выше разнообразие, которое мы выращиваем в своем огороде, тем интенсивнее происходит вынос питательных элементов из почвы. Например, белорусскими учеными на протяжении многих лет велись опыты по установлению выноса питательных элементов. И на примере свеклы удалось доказать, что ориентировочно при урожайности 6 килограммов свеклы с метра квадратного суммарно выносится порядка 40 граммов чистого азота, фосфора и калия. Поэтому целесообразно и важно к концу вегетационного периода исполнять закон возврата питательных элементов, который был описан еще в XIX веке. Первое, о чем следует помнить, это о нецелесообразности внесения комплексных азотных удобрений под зиму, поскольку они являются легко растворимыми, вымываются в более глубокие слои почвы, которые в следующий вегетационный период, к сожалению, становятся недоступными для наших овощных культур. Допускается вносить несложные калийные или фосфорные удобрения, например, хлористый калий, калийсульфат, суперфосфат. Поскольку эти удобрения являются трудно растворимыми, как правило, они остаются в почве в месте их внесения, требуют более глубокой заделки, то есть мы вносим эти удобрения под перекопку или под вспашку. И если вы примете для себя решение о повышении плодородия почвы внесением калийных или фосфорных удобрений перед зимой, то необходимо помнить, и это второе, о чем я хотела бы вам сказать, это о несовместимости раскисляющих компонентов и фосфорных удобрений. Как правило, когда мы вносим доломитовую муку, например, в качестве раскисляющего агента в почву, и одновременно вносим суперфосфат, то эти соединения вступают в реакции взаимодействия, образуются более тяжелые, комплексные, трудно растворимые соли, которые остаются в почве и, как правило, слабо и слабо усваиваются растениями. Поэтому, если вы решите раскислить почву, снизить кислотность почвы и сделать это с осени, то тогда о внесении фосфорных удобрений речи идти уже не может. Поэтому мы будем вносить доломитовую муку, например, с осени и фосфорные удобрения весной или наоборот. Также необходимо помнить, что внесение любых раскисляющих компонентов в почву необходимо проводить не чаще, чем один раз в два года. Как правило, доломитовая мука максимально раскисляет почву только ко второму году ее нахождения в почве. То, с какой периодичностью и в какой дозировке вы будете вносить доломитовую муку, будет определяться характером кислотности вашей почвы. Средняя дозировка внесения доломитовой муки составляет порядка 500 грамм на 1 метр квадратный. Третье и наиболее правильное, что вы можете сделать осенью для своей почвы, это внести органику из расчета в среднем 1 килограмм на 1 метр квадратный, максимум 5 килограмм на 1 метр квадратный. В качестве органики можно использовать перепревший навоз, компост, биогумус, то есть любая доступная органика, которая найдется у вас в арсенале средств повышения плодородия почвы. Если вы уже распланировали ваш будущий севоборот, обозначили то место и те грядки, где вы будете выращивать в будущем году тыквенные культуры, например, огурцы, кабачки, дыни, патиссоны, то можно заложить свежую, не перепревшую органику в эти грядки, чтобы в следующем году тыквенные культуры порадовали вас и порадовали сами. Четвертая особенность повышения плодородия почвы осенью, это, конечно же, высев седиратов. Конечно, если у вас более южные регионы, то высев седиратов имеют место, но если у вас более северные регионы, например, как Урал, на котором уже выпал снег, то о высеве седиратов говорить не приходится. Что касается центральных районов Беларуси, высев седиратов можно еще осуществлять, но не затягивать, потому что зиму нам обещают раннюю и уже с середины октября интенсивные заморозки. Если седираты вами ответственно высеяны в более ранние сроки, в конце лета, в начале осени, и они вступают в зиму в фазе ботанизации, в фазе цветения, то есть в объеме максимальной вегетационной массы, то вы можете их не скашивать и оставить в таком виде. Во-первых, будет происходить интенсивное снегозадержание на тех участках, где останутся зимовать высокие седираты. И во-вторых, эти же седираты весной станут хорошим мульчирующим материалом. Если все-таки вас будет смущать внешний вид этих высоких седиратов, то вы можете их скосить и легко заделать в почву, например, неглубоким чизелеванием или культивированием. Также для повышения плодородия и разложения седиратов и той органики, которую в виде мульчирующего материала вы внесли в почву, можно использовать различные микробиологические препараты. Пятое, что вы можете сделать для своей почвы, это сохранить тот мульчирующий слой, который сформировался за вегетационный период. Поступает ряд вопросов о том, что делать с остатками мульчи, стоит ли ее сгребать, убирать, зажигать, куда ее следует утилизировать. Лучше лишней работы не выполнять, все остатки мульчи оставлять на почве и таким образом повышать ее плодородие. Максимум, что вы можете сделать с остатками мульчирующего материала, это аккуратно его собрать и отнести в ваш компостер или в компостную кучу. Шестое и неоднозначное в отношении плодородия почвы – это перекопка. Конечно, здесь мнение кардинально разница, кто-то за, кто-то против, но необходимо ориентироваться на свой опыт и на готовность выполнять лишнюю работу. Если у вас почвы менее плодородны, или вы только приступаете к освоению участка, вынесли минеральные органические удобрения, которые требуют интенсивной заделки, то перекопки – место быть. А если вы занимаетесь более органическим земледелием, ведете постоянное мульчирование высевсидиратов, которые способствуют структурированию почвы, то о перекопке стоит задуматься. Надеюсь, это видео поможет вашей почве восстановить и сохранить плодородие. Спасибо, что остаетесь на канале Процветок. Всего вам доброго и до новых встреч!